Всем привет! Рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, мои дорогие, поговорим мы с вами о канале Вредина Лайф. И посмотрела я её этот вопрос-ответ. Ну, что хочу сказать. Что-то как-то всё не конкретненько. Всё как-то прям перешло не в ответы на вопросы, а прям в какой-то рассказ. И этот рассказ то про бабушку, то ещё про что-нибудь. И, собственно, много ответов она не зацепила. В начале видеоролика она показывает, что Алиса там, значит, складывает какие-то там домики, не домики. А Ленка монтирует влог. Света у них нет, но Костик ей включил генератор. Вот вам, ребят, я и говорю, что генератор они периодически включают. Как только выключается свет, тут же им нужен генератор. Потому что Ленка на своём клячевском ноуте не может ничего смонтировать. Да, она ещё так монтирует, что не может намонтировать, обязательно что-нибудь упустит. Опять какое-нибудь палево пробежит, и оно останется на канале. Ну, что у неё там ещё спрашивали? Как она якобы относится к тому, что если Алиса принесёт там плохую отметку, станет она её ругать или нет? Ленка сказала, нет, она не из тех, кто станет ругать Алиску. Да, ну и правда, действительно, чё её ругать? Она и так, говорит, будет расстроена, что плохую отметку получила. Но ребёнку нужно объяснять. Вы знаете, ребят, я вот, допустим, не верю, чтобы Гогосова Алису не наругала. Ну вот серьёзно, тут мелочь какая-то, где-то за какую-то игрушку Гогосова крикнет на неё. И та уже начинает истерить, реветь. А я прикидываю, если Ленка скажет, что как это так, двойка или тройка, и понимая, что будет истерика, естественно, такие моменты лучше, да, избегать. Ну, если ещё больше, глубже задуматься, то наоборот, чем больше Ленка будет ругать Алису за отметки, тем больше хайпа она сможет словить. Дальше она там про бабулю рассказывала, очень долго рассказывала. Дальше рассказывала про Костика, что, почему Костик такой вот злой ходит. Ну и потому что сейчас неизвестно, что творится в стране. И вот Костик постоянно сидит, читает и обновляет новости, читает, читает и ещё раз читает. И вот откуда у него будет настроение. Конечно же, настроения не будет. И вот то, что, значит, мы в таком положении находимся. Раньше Ленка рассказывала, что жили они в квартире, и жили они бедно, и они много чего не могли позволить себе. Да, и, видимо, Костик из-за этого и ездил в Россию на заработки, чтобы денег привозить своей любимой жене и детям. Но в тот момент, когда денег он решил заработать и уехать, Ленка сбежала от Костика к Лёньке. Об этом мы уже давно знаем. Она успела забеременеть, неудачные роды. И потом она, как блудная собака, вернулась назад к Костяну. И вот получается так, что Костян скучный, да, скучный. А ещё он очень скучный, когда Ленку он таскает по магазинам, и когда она последние деньги тратит на игрухи безделухи. Это тоже очень заметно, особенно в последнее время, когда они едут где-то в магазин. Гогосова там скрипит своим смехом, достает эти игрушки безделушки, показывает Алисе, сама гогочит. Видно, что Алисе тоже не всё нравится. Она может сказать «Вау!» И это обязательное слово при виде какой-то купленной новой игрухи. Так уже её научила Маман, что в видео нужно обязательно говорить, что ей всё нравится. Ну и больше, знаете, ничего такого для меня интересного я не услышала. Такой длинный влог, такой длинный влог. И, кстати, Ленка показала Маниных котят, да, и ещё находила и показывала Прошу. Ну, я понимаю, что она Прошу боится, ей хотелось, чтобы он там поговорил, но что-то он как-то не особо был разговор. Проша – это Катин попугай, и с ней он в тесном контакте, и также, думаю, что и с Костиком тоже. Точно так же, как и енот. А Ленка их всех боится. Она их всех тащит домой, но в то же время боится. И вот смотрите, купили они хомяков. Где эти хомяки? Кто с ними играет? Кто к ним просто элементарно подходит? Никто. Точно так же, как и с улитками. Развели столько улиток, что уже в этом контейнере одни сплошные улитки вместо наполнителя. И не знают, куда их деть, этих улиток. Вот спрашивается, зачем вы их покупали, зачем вы их заводили, этих улиток. Точно так же с кошаками. Мы будем раздавать в добрые руки. Ну, и что-то не раздаются. Двоих отдали, и всё. А для того, чтобы, ну, хоть на котах можно было бы делать хайп. Лариса уйдёт в школу, а котов Ленка будет снимать. Но только когда они уже будут большие, они совсем неинтересные будут. Поэтому придётся ждать Алиску из школы по любасу. Ну, и ещё Ленка говорила, что в детстве она прям была как пацан. Такая шустрая, постоянно любила гулять, да, и жили они очень-очень бедно. Ну, что не скажешь сейчас. Как бы Ленка не говорила, что она там может купить, что не может купить, и из какой там зарплаты может быть, да, то я понимаю, что она ещё очень переживает, чтобы деньги остались в течение следующего месяца. Придётся ходить и скупать игрухи, безделухи, погремухи, да ещё впереди школа, тем более, что уже список есть. Придётся всё скупать по списку. Ну, а Леночка уже успела накупить всякой дребеденье к школе, которая, собственно, возможно, и не понадобится, а просто будет валяться, ну, либо будет... Алиска, каляки-маляки, в этом блокноте, в этой книжке малякать. Ну, потому что более ей нечем заняться от слова совсем. Самое главное сейчас для такого ребёнка, как Алиса, это гаджеты. Планшет, телефон, телевизор, где бы она ни была. В машине едет уже в телевизоре, в телефоне, вернее, прошу прощения. Дома телевизор включается. И так просто до бесконечности. И помнится мне, Ленка учила детей, что якобы не в телефоне они пусть сидят. Да, а головы включают. Но, похоже, Ленка Алиску пока этому не научила. В общем, мои дорогие, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Но я хочу напомнить, что это лично моё мнение, и я его никому не навязываю. И на этом я буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok